Давайте для начала пытаемся определить вообще, кто такой активист. Чтобы было легче это сделать, я попрошу сформулировать сходство и различие между двумя довольно похожими понятиями. Активист и волонтер. Вот чем отличается у нас волонтер. Моя версия все-таки, что здесь волонтер готов работать с пауками, то есть это человек, который без желания дохода чем-то занимается. Активист это тот, кого с самого исходит инициатива, пускай даже и для других волонтеров. Так, давайте запишем. Волонтер работает бесплатно, доброволец. Он просто готов бесплатно работать, у него нет идеи, зачем работать, то есть не обязательно она есть, а у тебя есть она обязательно. Я бы попробовал симулировать так. Волонтер это доброволец, который безвозмездно участвует в какой-то общественно полезной деятельности, но который является добровольным помощником. Да. То есть он приходит и говорит, вот я готов работать, скажите мне, что делать. То есть он уже и делает исполнитель, да? Да. Волонтер, как правило, работает за интерес, за опыт, за новые впечатления. Ну, да. То есть это его личная мотивация, это мало. Да, понятно. Активист тоже, да. Ну вот, напишем, добавлю. Мотивация волонтера очень важна. Что? Мотивация волонтера очень важна. Нет, ну да, да, я не спорю, просто имеется, что... Потому что если сравнивать активисты и волонтеры, то именно исходя из их личной мотивации, и нужно их сравнивать. Потому что волонтеры и активисты, их мотивация это основополагающая деятельность. А чем отличается мотивация активиста и волонтера? Исходя из того, чем они занимаются. Нет, активист, он сам хочет. То есть вот у него есть идея, да, и он как бы видит свой план, да? То есть, что нужно делать или что он хочет делать. Волонтер, он некоторым образом окунается вот в это. Он говорит, я хочу новых ощущений, я хочу там увидеть там, не знаю, жизнь с другой стороны. И подписывается на какие-то дела, но у него вот эта вот как бы созерцательная позиция, в отличие от активиста. То есть, у него кончаются проекты и всё. То есть, волонтеры... Можно я выскажусь? Давай, я просто запишу сейчас, да? Мне кажется, что волонтеры и активисты просто слова из разных общественных деятельностей. Но, по сути, как бы сказать, свои волонтеры, видите, я ничем не отвечаю. Нет, просто волонтеры... Сейчас я закончу. А волонтеры, всё-таки, это, как бы сказать, обычно человек, который приходит в какую-то там благотворительную организацию, или там из числа атруизм занимается разными вещами, связанными там со стариками, экологией или постами. А активисты, когда мы говорим это слово, мы именно подразумеваем какую-то политическую институцию или околополитическую. Но дело в том, что и волонтеры, и активисты обычно приходят в какую-то институцию, которая уже есть. Поэтому априори и тот, и другой, они занимаются этим чем-то, что уже кто-то как бы придумал. Или они как бы вливаются в какой-то процесс, они могут его изменить, они могут в нём творчески как бы соучаствовать, но и тот, и тот это могут сделать. Хорошо. Сходство тоже может, на самом деле, да? Так, значит, вот Егор сказал важную вещь. Как правило, волонтер, его деятельность относится такой временный характер. То есть это как бы внештатный сотрудник какой-то некоммерческой организации, или, там, не знаю, есть волонтеры в фонде борьбы с коррупцией. Начинается какая-то компания, да, по логовым Навальным, например, да, и, значит, привлекают волонтеров, которые выполняют какие-то чётко определённые функции. Хотя почему их так и не называют активистами? Мы об этом разберёмся. Так, теперь давайте поговорим об активисте, да. Что для него характерно? Какая у него мотивация? Давайте сначала подумаем. Нет, ну чисто, собственно, то есть по понятию собственной совести, собственного идеала. Собственный взгляд на то, как должно быть устроено. То же самое. Ну, мне кажется, то же самое, да. То есть это добровольец тоже, да, который действует по внутреннему какому-то побуждению, соответственно, своими убеждениями и так далее, да. А чем он тогда отличается, да? В чём особенность его, да? С целью удержания власти у нас очень часто принимаются такие законы, которые мешают, ну, то есть как-то что-то изменить, ну, то есть противодействовать действиям власти. И волонтёр, он будет действовать всегда, руководствуясь вот этим вот законодательством. То есть он его не готов переступить. То есть активист, если видишь, что, ну, то есть есть какая-то необходимость, то есть, например, есть какой-то закон глупый там или, наоборот, он депрессивный, и активист может не руководствоваться границами вот этих вот законов. То есть, да, он тем самым подставляет себя, ну, то есть, возможно, даже под уголовное наказание, но для него вот эта буква закона не настолько... По-моему, так это сформулирует, да? То есть активист готов на большее, чем волонтёр, да? Ну, да. Готов на больший риск. Бук более произгоняясь на выходе. Да. Готов на больший риск. Я всё-таки, я просто не уверен, что был правильно понят. То есть, говорю, главная разница, которую ты вот сейчас переспрашивал, в том, что от активиста исходит, то есть вот эта сущность дела, он сам представляет, что и как нужно делать. То есть от него исходит инициатива. Да. От него исходит инициатива. А волонтёры совсем необязательно. То есть чаще всего нет. Так, Егор? Вот я сейчас, может быть, немножко образно выражу, но вот смотрите, есть общественность, да? Вот общественность, например, ну вот в школе. Ну я просто в школе работаю, мне так проще пример привести. Вот, соответственно, вот общественность – это родительская общественность, да? Вот это просто общественность. Вот активная общественность, да? Вот это активисты. Это та общественность, вот эти активисты, которые что-то хотят менять. То есть это активисты. Они что-то хотят менять, и, соответственно, у них есть мотивация. волонтер на это вот школьник который хочет пойти на какой-то проект соответственно не может уходить на рамки которые вот какие-то законы потому что его просто пригнать туда и он хочет работать и соответственно просто хочет набраться вот эти активисты в это вот и есть активная общественность потому что они хотят что-то изменить соответственно вот и делятся эти люди на общественность и на активную общественность эти активисты они просто знают как менять и что менять волонтеры они просто работают в рамках организации причем это не обязательно что-то как правильно что и как активиста у него есть представление он может поблуждаться так или иначе есть какой-то план. Егор на самом деле, ну, может, немножко принадлежительно к волонтерам, да, но Егор на самом деле сформулировал ту мысль, которую я хотел бы подытожить. Я пытаюсь ее вам сейчас наглядно объяснить. Активист, вообще само слово «активист», оно происходит не от слова «активность», оно происходит от слова «актив». То есть, активист – это… Это информационная церковь? Нет. Ну, актив происходит, конечно, в таком случае. Актив тоже нет, но я понял. То есть, активист – это участник актива какого-то сообщества, организации, профсоюза и так далее, да. То есть, это человек, который принадлежит к деятельному ядру какой-то группы. Это, может быть, комсомольский активист. Здесь просто комсомольцы, да, которые выполняют партия, чанченские взносы, что еще делали комсомольцы, да, участвуют в каких-то мероприятиях, да, а есть комсомольские активисты. Это человек, который берет на себя повышенное обязательство, да, который выявляет инициативу, да, который стремится участвовать в принятии решений. Да, вот волонтер – это всегда… Он не принадлежит к ядру той инициативы, да, к которой он помогает, да. То есть, волонтер – это человек со стороны, которого привлекают для выполнения какой-то узкой задачи, да. Как правило, это происходит временно, да, но он не является частью штата общественной организации, да, или частью там какого-то коллективного вот этого вот целого, да. Это поможет, да, активист, для него характерно, не знаю, как назвать, написать принадлежность, да, к и другим, да. Инициативу мы уже назвали, и он, в отличие от волонтера, да, участвует, ну, или стремится участвовать, да, в принятии решений. То есть, иными словами, пионеры, допустим, все, да, а субботники организуют вот эти вот… А Вася говорит, как бы, а давайте организуем, там, я не знаю, какой-нибудь, там, не знаю, фестиваль скворечников, да. Все на него смотрят, как на идет, говорят, ну, он же активист, конечно, да, теперь нам все придется привести скворечник. Вот. Вот, наверное, мы определили, да, ну, через вот сравнение с волонтером, да, что такое активист, да. Он также действует по зору сердца, да, или рассудка, да. Он может, на самом деле, вот по поводу бесплатности, да, активист, наверное, может получать какую-то плату за свою деятельность. Например, если есть, там, какой-то профсоюзный активист, его могут избрать, там, скажем, председателем Перлички, и профсоюз может решить, что он будет освобожденным председателем правкома, он не будет стоять у штанка, он будет получать какой-то оклад, но он от этого не перестанет быть активистом, да. Он принадлежит к какому-то коллективу всегда, да, то есть активистов-одиночек не бывает, да. Ты можешь быть, там, активным гражданином, ты можешь быть, там, волонтером и так далее, но это, вот, на самом деле, не проактивизм, да. Активизм – это всегда участие в каком-то сообществе. Волонтеры всегда участвуют в каком-то сообществе. Да, но их участие немножко другое, да, оно немножко более техническое, да, и они менее вовлечены в эту деятельность. То есть, получается, тогда их нужно постоянно существовать как-то организация, а если, допустим, активисты, там, не знаю, вот люди знакомые, они активно участвуют в этой деятельности, не обязательно периодически собираются устраивать какую-то там разовую, допустим, акцию, там, по поводу чего-нибудь. То есть, во-первых, они, как бы, там, участвуют в чем-то еще. Должна существовать не организация, да, а должно существовать сообщество, да. То есть, мы говорим, например, ниже будем об этом говорить, есть, например, социальные активисты. Вот возникает какая-то проблема – строят высотку во дворе, да. Возникает сообщество недовольных граждан, которые начинают бороться против этого сообщества, да. И вот в рамках этого социального движения, да, есть, там, наиболее активная часть, да, которая не просто, там, готовая подпись поставить или прийти на митинг, или что-то еще, а который забор готов уволить, да, или собирать подпись. Если я правильно понял, то именно вот поэтому и выделил корень, да, что активист идет корень, ну, хотя, да, тот же корень во всех трех слух понятия, да, не отличных каких-то активностей, да, а существования какой-то группы, и вот этот корень здесь все указывает на принадлежность к ее активной части. Да. То есть это не личный активист, именно он указывает на принадлежность какой-то части этой группы. Да, я понял. Значит, дальше, да, что нужно еще отметить. Активизм, вообще, это изобретение веры. Он предполагает, во-первых, существование коллектива движимого за счет сознательности, да, основанного на принадлежности и на убеждении в том, что политиком или общественным деятелем может быть каждый. Да, вот есть буржуазная модель политики, она исходит из других, на самом деле, посылок, да, из того, что есть какие-то специальные люди, политики, да, есть какие-то еще более специальные люди, которые называются политтехнологи, да, которые являются некими такими субъектами политической деятельности. Это профессионалы, да, они обычно получают деньги, да, и содержат какой-то профессиональный штат сотрудников, да. А есть волонтеры, да, волонтеры – это такие, как бы, там, добровольные помощники, которых мы привлекаем, да, которые, на самом деле, никакого отношения к, там, принятию решений не имеют, да. Эта модель похожа, вот, буржуазная модель похожа, на самом деле, на, там, буржуазную фирму какую-то, да. А активистская модель, ее, таким, наверное, не знаю, архетипом является профсоюз, да. В профсоюзе, там, допустим, кого-то завода, стоят все, кто написал заявление и платит членские взносы, да. Там, в профсоюзе стоит, там, тысячи человек. Допустим, сто из этой тысячи человек являются активистами, да, они не просто выходят на забастовки, они активно идентифицируют себя вот с той группой, в которой они состоят. Ну, и именно поэтому, да, что есть вот две эти разные модели, да, одна буржуазная, такая, профессиональная, политтехнологическая, да, это да, активистская, есть много можно найти пособий, скажем, по активизму профсоюзному, да, про активизму социальному, экологическому, да, но практически нигде вы не найдете книжку под названием, там, основы политического активизма, да, потому что в нашем сегодняшнем обществе политика это то, что связано с политтехнологиями, да, вот есть политтехнологии, учебник по политтехнологиям можно, наверное, найти, да, а вот про политическому активизму нельзя, поэтому мы в каком-то смысле сегодня с вами говорим о таком предмете не очень исследовании, да, тем не менее, давайте, раз что мы уже заговорили, да, о социальном, экологическом и прочем активизме, да, давайте мы с вами просто перечислим, какие бывают активизмы, да, просто сами эти термины, да, какие бывают активисты. Мой вопрос. Значит, виды активизма, да, вот мы назвали уже политический активизм, назвали профсоюзный активизм, какие еще бывают виды активизма? Муниципальный, да, то есть? Городской активизм, да, ага, так. Но эти политический активизм можно даже экологически внести, не вообще как бы угодно. Ну да, не как бы угодно. Нет, просто, давайте просто попытаемся перечислить, да, не будем сейчас рассуждать, что, к чему можно свести, перечислим, вот, как бы, кто слышал о каких активизмах? Правозащитный, ну, то есть какой-то вот, ну, чем он, допустим, всего-то занимается, да, то есть? Хорошо, как я сказал, в грузовом муниципальный, то есть все, что связано с благоустройством и хозяйством территории. Затем рабочие, ну, то есть, ну, это союзная связь. Что у вас еще? Наверное, как это? Посвященный, ну, отдельным социальным прослойкам, то есть как бы, гражданские, ну, соответственно, все экологи, ну, кто же что там, феминисты, экологи, ну, неважно, да, которые, как бы, активисты какой-то прав, ну, не прав, а, скажем так, идеи, отдельные социальные группы. Ну, поидентично, ну, например, там, ГБТР. Ну, а кто угодно, окей, неважно. Ну, я бы еще назвал, есть там православные активисты, которые нападают на выставки, да? Да, тоже. Какие еще, какие мы еще забыли, да? Вот термин, есть еще такой, медиа-активизм. Ну, медиа-активизм, значит, я сразу отмечу, что у нас будет, видимо, отдельное занятие, посвященное этой теме, он, скорее, характеризует метод, да, а не цель. То есть медиа-активизм, это вот, когда кто-то делает медийную, вот, акцию, да, там, не знаю, перформанс, да, или что-то еще. Я думал, ты имеешь в виду этих самых блогеров, да, то есть, потому что у нас же, как бы, сейчас, как бы, ну, наследство такое, что, как бы, прессу читают все меньше, все больше читают, то есть, частные какие-то ленты, соответственно, непосредственно, и, ну, ты сам понимаешь, что такие люди, ну, как тут же, вот, Светков. Вот он, как бы, да, вот, в моем понимании, медиа-активизм. Ну, да, ну, вот, я смотрел, как бы, термин обычно, это активизм, который нацелен на то, чтобы сделать какое-то событие, которое затем станет, там, через медиа, да, через социальные сети станет, там, вирус, ну, вот, может быть, там, ролик, может быть, какая-то акция, то, что мы делали. Ну, только какой активизм, получается, решается наше определение, что активизм связан с институцией. Да, но это, я просто хочу сейчас все возможные, так сказать, прочтение этого термина перечислить, да, вот, медиа-активизм, на мой взгляд, он характеризует, скорее, метод деятельности, да, а не ее содержание. Ну, плюс еще, я бы тоже не стал говорить, есть такое понятие, там, гражданский активизм, да, ну, гражданский активизм, я, например, так не понял, что это, да, то есть, довольно неопределенный термин, который может включать в себя все, что угодно, да. Я бы, наверное, да, ну, я, наверное, так сейчас и сделаю, весь этот большой список, он неполный, там, феминистский активизм, там, художественный активизм, тоже в каком-то смысле, можно говорить, художественным активизмом, там, всякие художники-акционисты, да, все это многообразие я бы свел всего к двум видам активизма, да, политический активизм и неполитический, или социальный активизм. Вот мы сейчас, мы махнулись немножко, я пытаюсь здесь, значит, поделить листок и фалам, написать здесь политактивизм, да, и здесь социальный активизм, да, и мы не просто это напишем, да, а попытаемся показать, да, чем они друг от друга отличаются, да, в чем они похожи, задав три вопроса, да, первый, вокруг чего объединяются люди, да, второй, какие цели они ставят, и третье, каким образом они их добиваются. Ну, первое, давайте подумаем о том, вот, социальный, да, или неполитический активизм, да, мы уже говорили там сейчас про, упоминали несколько примеров, да, вокруг чего объединяются люди, в случае с неполитическим активизмом. Привет, Дмитрий. Нет, изменяйте, пожалуйста. Ничего. Не, не, пожалуйста. Вокруг консистенциональных общественных организаций. Ну, организация, это сама форма, где они объединились и создали организацию, да, а вот социальные активисты, что побуждает их к тому, чтобы, ну, что побуждает к тому, чтобы действовать, понятно, да, какая-то проблема. А вокруг чего эти активисты объединяются? Ну, нарушение прав. Ну, на самом деле, может, я не очень удачно задаю вопрос, да, но здесь могут быть два ответа, да. Первое – это идентичность. То есть люди объединяются, скажем, рабочие какого-то завода объединяются потому, что они рабочие такого-то завода. Не потому, что они, у них идеология какая-то, да, их объединяет, или программа политическая их какая-то объединяет, да, они объединяются просто по факту того, что мы работаем на одном заводе, и у нас есть какие-то проблемы, да. Второе, и самое, наверное, это основное, да, это проблема, да. ЛГБТ объединяются потому, что у них есть проблемы и потому, что они принадлежат по ЛГБТ. У них могут быть самые разные, там, политические, идеологические и любые другие взгляды, да, они объединяются по признаку идентичности и некой, я бы сказал, локальной проблемой. Да, то есть это не проблема того, что мы живем в капиталистическом обществе, да, и мы должны что-то сделать, да. Речь идет обычно, да, о каких-то очень конкретных вещах. Во дворе строят высотку, не платят зарплатную плату, там, я не знаю, выселяют из хрущевок. Ну, Исааки. Да, там, не знаю, передают Исааки церкви, да, и вот вокруг этой проблемы люди объединяются, да, и возникает сообщество, в этом сообществе появляются активисты. Ну, либо идентичность. В случае с политическим активизмом, что объединяет людей в политические движения, организации, партии? Ну, тут вот очень важно разделять то, что ты сказал, вот эту капиталистическую модель, ну, политики, ну, и которая, в принципе, то есть чаще всего, как бы, речь идет о каких-то персонах, да, которые по тем или иным причинам хотят власти, но и считают себя, в чем это неважно, то есть правильно себя считают или заблуждаются в этом, что они способны принять какие-то решения, которые будут, ну, то есть за руководящим посту принять эти решения, которые и так далее. Когда же речь идет о каких-то именно идеологических, то есть когда речь идет о политике уже более сложном компоучении, в общем, неважно, левом или правом, да, то есть тех же либертарианцев взять, почему нет, у них тоже, как бы, очень, как бы, сложные представления о том, как мир должен быть устроен, или анархистов, или нас, да, мы в некоторой степени объединяемся вокруг идеи, и мы, как бы, ну, понятно, что все уже в мире написано, то есть исписаны огромные кипы текста, да, но должна существовать вот эта активная прослойка, которая будет, как бы, хранителем этих идей, то есть переосмыслительным этих идей адаптировать к текущему историческому моменту времени, да, вот эти идеи, то есть и поэтому, ну, то есть вот такие политические активисты, они, как правило, объединяются вокруг, соответственно, трудов классиков и их переосмысления. А вот такие более, что называется, в послом, ну, в повседневном смысле политические эти самые активисты, они объединяются из борьбы за власть, из того, что считают себя, что они, если эту власть получат, то сделают что-то, вот, что они считают верным, то есть конкретные решения примут на местах. Ну, знаете, да, первое, мы определили, да, идеология. Ну, я вот не согласился бы, да, что, как бы, там, какие-то правые, там, или там, буржуазные деятели, у них совсем нет никакого дела. Я здесь сказал, наоборот, есть, и нет. Я просто имел в виду, что, вот, просто, если человеку, допустим, я буду депутатом, просто, вот, я как частное лицо, у него может не быть никаких представлений политических, то есть идеологических, он просто уверен, что он придет туда и будет делать исходя из своего здравого смысла и сделает все правильно. А левый, правый нет у них, безусловно, есть у меня неправильный код, а правый вполне тоже есть. Ну, это не все же политические активисты хотят стать лидерами, стать депутатами, там, то же самое, да, может, у меня поправится, но Эйкард Азимов, он, по-моему, не рвался никуда, да, да, вот, он просто против какой-то, ну, вот, у него есть своя идеология, он против нынешней, стоявшейся политической идеологии, он свои, вот, мысли высказывает в определенных активистских... Да, я просто поставил вопрос, что не мотивы людей, которые, конкретно, человек, который идет в политику, это может быть депутат абсолютно беспринципный, там, не знаю, какой-нибудь буржуи, абсолютно беспринципный, который просто хочет корочку получить, да, а что объединяет людей в какое-то политическое сообщество, да, почему у этого дяденьки, да, который хочет получить депутатские корочки, да, вдруг появляются какие-то неоплаченные, да, а вот настоящие сторонники. Ну, тут понимаешь, что нужно очень разделять вот это, что есть, как бы, часть людей, которые против чего-то, и те, которые за что-то. А те люди, которые против чего-то, ну, вот, как сказали, ну, все же против, допустим, Путина, но, по сути, это, ну, ни за какие, допустим, идеи не борется, ни за левый, ни за правый, ни за какие, да, эти нам колбасы. Ну, против Путина, ну и против там беспредела. Это все понятно. Колбаса, колбаса, это уже программа, да, то есть первая эта идеология, да, она может быть более ясной, более явной, там, скажем, мы сторонники марксизма, например, там мы можем говорить, да, она может быть не такой явной, вот, но она присутствует как-то вот, как-то умное слово мне подскажи, имплицитно, да, в смысле скрыто. Скрыто, да. Значит, программа вторая. В любом случае у любого самого циничного политика, да, для того, чтобы, если он хочет привлечь у себя кого-то, да, должно быть какое-то подобие программы. Она, может быть, не обязательно прописана в форме документа, да, но он приходит, я приду в власти, и веду порядок, да, вот он может говорить. Когда-то так, когда-то это может быть, там, не знаю, детально прописанная, хорошо разработанная программа каких-то преобразований. Дальше. Вернемся к неполитическим активистам. Значит, они объединяют людей, которые хотят решить какую-то локальную проблему. Попробуем ответить на вопрос, а вот задача, соответственно, какая у них, да, и у политиков. Ну, на самом деле, все очень просто, да, задача социальных активистов заключается в том, чтобы решить эту локальную проблему. То есть, привлекательность социального активизма, она заключается в том, что он дает конкретный, близкий, ощутимый результат. Или не дает. Какие, если вы? Да. Мы поставили целью не допустить передачи там Исаакиевского собора в церкви. Провели кампанию, да, добились или не добились, значит, вот, как бы, изменений в судьбе там Исаакиевского собора. То же самое с профсоюзом. Устроили забастовку, выбили зарплату, да, коллективный договор. Каждый получает ощутимый какой-то, так сказать, профит от этого. Случаи с политиками, да. Ну, давайте здесь, да, поговорим. Ну, тоже довольно просто все, да. Любая политическая сила, даже такая, как бы, какая-то маргинальная, да, там, немногочисленная и так далее, все-таки в перспективе ставит завоевание власти, да, получение власти. Власть – это даже анархисты, да, я не знаю, спорное, высокое рассуждение, да. Это может быть государственная власть, да, это может быть какая-то там, не знаю, власть, рассредоточенная между свободными коммунами и, там, какими-то демократическими советами, да, но все равно, речь идет о том, что, вот, как бы, взятие политической власти. Ну, власть в широком смысле этого слова, да, кто-то хочет революцию совершить, то есть, кто-то хочет победить на выборах, кто-то хочет, там, не знаю, каким-то иным образом действовать, да, но суть заключается в том, что для реализации этой программы или каких-то идеологических целей необходима политическая власть. Ну, и, наконец, последнее, наверное, самое важное для нас сегодня, это, каким образом, да, политические и социальные активисты добиваются своих целей. Каким образом социальные активисты обращены действиями, да. Ну, не в целом нужно перечислять, да, что они делают, проводят митинг из бостовки и так далее, да. Их метод, вот, как бы, в самом общем, нужно не допустить. Ну, чаще всего, просто, что называется, огорение, проблема идет, то есть, как бы, просто другим слоям общества активно указывается на существование того или иного, как бы сказать, конфликта социального или просто конкретной проблемы, ну, такой не социальной, а просто обычной проблемы. То есть, в первую очередь, тут идет именно механизм привлечения внимания в более широких слоев, то есть они, как бы, некоторые... Ну, да, понятно, конечно, в любой группе нужно расширять влияние, да, но... Какими-то публичными действиями и акциями. Публичными действиями и акциями, ну, да, это... В общем, социальные активисты, а их задача же, как бы сказать, давить на власть, ее шутажировать, а прикиш партии, если ее захватить, это же, в принципе, да, уже... Да, слово правильно сказал Сергей, да, давление, да, то есть... Создание общественного резонанса. Да, это все средства, да, общественный резонанс это средство, да, оказать давление, да, то есть вот, если мы захотим подобрать, значит, такой архетип социальщика, то это будет такой профсоюзный лидер, да, прагматичный, не очень идеологизированный, да, подчеркивающий, да, вот социальные активисты, если кто-то участвовал в всяких там социальных компаниях, да, они обычно подчеркивают свою неполитизированность, да, неидеологизированность, вот недавно была эта история с митингом против инновации, когда они пустили Навального, это довольно типичная история. Социальщики говорят, мы вне политики, мы просто хотим решить ту или иную проблему, мы вне идеологии, у нас и правые, и левые тут, и кто угодно, хоть фашисты приходите, главное, чтобы помогли нам спасти двор, да, от заслойки. Это обычно, ну, это не всегда такое искреннее убеждение, да, что это лукавство, да, конечно, нуждаются социальщики в политических каких-то представителях, да, во власти, там, тогда, как мы, они приглашают, там, своими теми депутатов, вот, и всегда стремятся использовать этот политический ресурс, но, тем не менее, да, для них основная цель, да, это решение проблемы, да, и они не хотят, там, проводить, не знаю, ширкомасштабные реформы, там, захватывать власть и так далее. Они действуют как группа давления, да, и для этого они сдувают общественный резонанс, для этого они проводят митинги, проводят забастовки и так далее. Давление здесь ключевое слово. В случае с политическими активистами все немного не так, да, то есть, они делают нечто другое, да, они хотят завоевать власть, да, что им для этого нужно? Для этого им нужно мобилизовать общественную поддержку и закрепить ее в форме представительства, да, представительство может быть самое разнообразное, да, то есть, не обязательно это депутатство, да, конечно, самое, там, не знаю, признак такой, определяющий политической партии, она в выборах участвует, да, когда нет возможности участвовать в выборах, политическая организация, ну, находит какие-то иные формы, да, вот, усилить свое влияние, да, и предъявить его в виде, показать себя в качестве представителя чьих-то интересов, да, если мы возьмем там какую-нибудь наши товарищи из эволюционной рабочей партии, например, они активно занимаются рабочим протестом, да, они говорят, вот мы, эволюционная рабочая партия, пришли к рабочим, раздали листовки, подняли людей на забастовку и так далее, да, мы говорим от имени вот этой группы работников-постройщих, да, если, допустим, там, левая какая-то организация может про себя сказать, а вот у нас столько-то председателей заводских, там, первичек профсоюза, да, они состоят в нашей организации, да, это говорит о том, что они говорят, мы представляем рабочий класс, да, рабочий класс в целом, да, или какую-то часть рабочего класса и так далее, да, но, тем не менее, представительство это очень важно, да, политика, политическая партия, да, это всегда представительство в том, в той или иной форме, это может быть даже количество людей на митинге, да, если наша организация может вывести на улицу, там, несколько тысяч человек, это значит, что она, там, кого-то представляет, да, и может, соответственно, претендовать на власть, хотя бы в какой-то перспективе. Так, я здесь напишу представительство, да, и мобилизация общественной поддержки. Ну, а чтобы мобилизовать общественную поддержку, да, какой-то программы, да, идеологии, партии, там, и так далее, да, чем занимается политическая группа, политическое сообщество, да, она обращается к массам, да, вот архетип политического активиста, это оратор, выступающий на площади, да, в хорошем, наверное, смысле этого слова, демагог, да, то есть, вот, социальщик, это человек, который сидит за столом переговоров и, значит, там, пытается оказывать давление на своего оппонента, обреченного властью, да, политик, это человек, который, вот, риттер такой, да, который обращается к согражданам, да, с целью, какая цель у него стоит, да, чтобы люди, ну, во-первых, убедить их, да, то есть, это убеждение, да, социальный активизм направлен, его объектом является власть, да, на которую оказывается давление, политический активизм, это попытка убедить массы в том, что наша программа наилучшая, да, те реформы, да, преобразования и так далее, которые предлагаем мы, наилучшие, да, то есть, и цель состоит в том, чтобы вот это политическое сообщество, там, левое движение, например, да, или там, РСД, да, или, там, не знаю, как бы можно говорить, более широко, более узко, да, чтобы влияние, численность, представительность, да, вот этого политического сообщества, оно постоянно возрастало. Вот, это то, что я хотел бы сказать о различиях, да, между социальным и политическим активизмом. То есть, можно я просто... Да, мне тоже подытожу, как я понял, то есть, в рамках вот этого... То есть, основную разницу, которую ты обозначил, что социальный активист, он обращается к существующим институтам власти с целью, ну, подчеркнуть проблем, но он все равно обращается к власти и просит что-то изменить вот по своему вопросу, а политический активист, он обращается не к существующей власти, а к людям, чтобы, ну, соответственно, к человеку, к обществу, чтобы сам к этой власти перейти, в конечном итоге, так или иначе. То есть, разница, к кому они обращаются, правильно, Франа? Ну, да, ты правильно понял, да, по моей логике, да, социальный активизм – это деятельность, которая всегда связана с лишением какой-то локальной проблемы в рамках существующей системы. Ну, все понятно, да. Они не обязательно просят, да, я ничего плохого не хочу сказать о социальных активистах. Они могут требоваться, они могут быть очень радикальны, да, но они сами на власть не претендуют, да. Политические активисты, они пытаются склонить общество, да, вот к… Я просто переспросил, да, все равно понял. Может быть, я ошибаюсь, но мы после занятия можем это обсудить. Так, теперь. Я сказал о том, что политический активизм – это публичная политическая речь. Эта речь необязательно, да, в нашу современную эпоху является, там, не знаю, выступлением на площади, да, или, там, листовкой, да, которую раздают у проходных, да. Политические активисты занимаются чем? Да, они занимаются тем, что, пользуясь терминологией средств массовой информации, называются информационными поводами, да. То есть политические активисты создают информационные поводы. Я про социальных сейчас не буду ничего говорить, да, да, сконцентрируясь на политических активистов. Мы занимаемся тем, что создаем некие события, да, проводим некие акции, да, которые направлены на то, чтобы донести наши идеи, наше высказывание, да, наше политическое высказывание до, ну, до того, до кого мы хотим его донести, да, и, да, и, как бы, до тем, до кого мы можем его донести, да, то есть для того, чтобы наше высказывание получило какой-то публичный резонанс, чтобы нас услышали, необходимо, чтобы это высказывание соответствовало определенным параметрам, да, содержательным и формальным. Да, хотелось бы остановиться на том, что такое публичная сфера, да, то есть это же не просто высказывание, вот я сейчас перед вами высказываюсь, да, это высказывание, оно, если бы не было камеры, да, оно бы дошло до, ну, вот, вашей маленькой группы, да, мы снимаем это на видео, да, поэтому, возможно, эту запись посмотрит кто-то еще, да, то есть более широкая аудитория, чем те, кто здесь находится. Если это видео останется у Анатолия на компьютере, никто его, кроме Анатолия, не посмотрит, да, да, поэтому мы выложим его в социальные сети, на наш канал на YouTube, там, где оно будет доступно для публичного доступа, да, то есть публичное пространство сегодня, оно создается, да, оно формируется средствами массовой информации, социальными сетями, интернетом, какими-то сообществами людей, да, чем еще? Ну, можно сказать, там, не знаю, каких-то слухах, да, там, чем-то еще, ну, это аудитории, сообщества, социальные сети, средства массовой информации, они формируют то, что называется публичной сферой, да, то есть это вот то пространство, в котором должна звучать наша, наши политические рассказы. Да, я остановился на том, что оно, что это высказывание должно дойти до тех, кого оно адресовано, да, Ну, и вот сегодня мы с вами остановимся на двух, наверное, самых распространенных типах, жанрах этих публичных высказываний, да, я говорю о митингах и пикетах. Все участвовали, наверное, и в том, и в другом, и все, наверное, сталкивались с тем, что, не знаю, с такими аргументами, да, что, ну, вот, все ритуал, да, это какая-то, не знаю, церемония, да, и что, в общем-то, не знаю, на этих митингах, на которые мы все ходим, смысл никакого нет, да. Ну, вот сегодня, напоследок, да, я бы хотел все-таки с этим поспорить, да, и сказать о том, что, несмотря на ре, действительно, имеющий место, вот такой ритуализм, да, эти публичные акции имеют свои собственные законы, да, и имеют свое назначение. Давайте с вами сначала подумаем о том, что же такое ритинг, да, Вообще, если бы пытаться взглянуть на митинг с точки зрения, такой, знаете, если бы прием в театральном искусстве, отчуждения, да, вот как бы извне взглянуть на митинг, как будто вы прилетели с другой планеты, да, и посмотрели, что происходит. Это довольно странная церемония вообще. Во-первых, нужно отметить, что митинг в изначальном значении, там, Англии 19-го века, или, там, в России начало 20-го века, и митинг, который сегодня в России проходит, да, две совершенно разные формы деятельности, да. Митинг в 1917-м году – это что-то вроде такой публичной дискуссии, да, то есть собираются рабочие, причем собираются не обязательно под открытым небом, они могут собираться, там, не знаю, в цирке Ченезелли, да, и перед этой толпой людей выступают ораторы от разных партий, которые вступают друг с другом в полемику, да, которые вступают в какую-то полемику с публикой, да, и, в конце концов, принимают какую-то резолюцию, да, из альтернативных каких-то вариантов, да, которая вот становится резолюцией митинга, да. Те митинги, которые сегодня мы наблюдаем, да, это действия совсем нового рода. Да, это собрание людей под открытым небом, на которых, да, произносятся речи, но речи ораторов на современных российских митингах, они, во-первых, друг другу не противоречат никогда, да, то есть, ну, это может какая-то быть подспутная, там, полемика, там, когда выступает либерал, потом выступает левый, они одну и ту же проблему освещают по-разному, но они друг с другом никогда не спорят, да. Во-вторых, выступление на митинге – это не главное. Обычно это какая-то бодрилка, которую произносит оратор, да, она, там, уложена обычно в 2-3 минуты, да, и, ну, митинговых характеров, ну, без исключения, там, каких-то очень хороших, да, мало кто слушает. Важнее сам образ человека с мегафоном, да, вот образ человека с мегафоном, да, вот образ человека с мегафоном, он в современном митинге важнее, чем то, что он говорит. Что еще для митинга характерно, да, митинг всегда сопровождается какими-то такими внешними жестами, да, которые направлены на то, чтобы показать сплоченность, да, то есть люди могут скандировать хором какие-то ознаны, да, люди могут там скидывать руки как-то, не знаю, где-то в нацистском приветствии, где-то там, в хорах, в лот-фронт и так далее. То есть они демонстрируют сплоченность. Дальше, безусловно, в церемонию, там, в ритуал митинга всегда входит какой-то конфликт, да, но не всегда, как бы происходит на практике, да, но митинги могут быть санкционированными, могут быть не санкционированы. Соответственно, тот митинг, который не санкционирован, он сопровождается задержаниями, да, и, значит, обязательно, да, с точки зрения СМИ, которые этот митинг освещают, да, обязательно должна быть какая-то картинка, да. Картинкой может быть человек с мегафоном, человек, который волокл по земле, полицейский, да, человек с плакатом, да, то есть это вот такое, вот таким материальным результатом успешно проведенного митинга, да, являются фотографии и видеозаписи, которые появляются в средствах массовой информации, да, который потом смотрит уже аудитория, которая сама на митинге не была. Ну, не буду дальше, наверное, описывать митинг, да, скажу немножко о пикете. Тут тоже, на самом деле, есть два типа, да, пикеты бывают глуполуи, бывают одиночные. Тоже имеется такое отличие от первоисточника, да, вот, если посмотреть на источник, да, то пикет-лайн, да, линия пикетов, это во время забастовок в англоязычных странах, да, обычно такие посты, да, рабочих, которые либо препятствуют проходу штрейнбрейхеров на предприятиях во время забастовки, а свистывают их там, я не знаю, там, или физически противодействуют, или такие посты, да, которые выставляются перед какими-то зданиями, да, где проходит, например, съезд враждебной партии, да, вот проходит, например, съезд какой-нибудь республиканской партии США, да, а перед съездом, там, не знаю, например, стоит пикет феминистов, которые, значит, выражают свои негативные отношения к тому, что там происходит. А в России пикет, ну, обычно, если спросить активистов, чем пикет от митинга отключается? Ну, на одном можно звукоусиление, да, на другом нельзя звукоусиление. На самом деле, конечно, пикет, да, он всегда связан с каким-то объектом, да, не имеет смысла абсолютно никакого проводить пикет, там, не знаю, в малолюдном сквере, да, пикет нужно проводить, ну, какого-то объекта, посольства, там, если мы предстоим, скажем, против репрессий и отношения, там, каких-то активистов, там, не знаю, в Зимбанку, например, да, Около магазина какой-нибудь фирмы, которая, там, убивает морских котиков, да, вот, и проводится какая-то общественная компания, и магазины, наверное, начиная компания, пикетируется, и там покупатели раздаются листовки о том, что вы покупаете эти товары, да, они, там, сделаны из морских котиков, например, да, или у кого-то события, например, проводится, не знаю, какой-нибудь, не знаю, съезд, вот мы когда проводили, был съезд фашистский в 14-м году, когда эти ультраправы со всей Европы съехали здесь под крылышком партии Родины проводить свой съезд, да, мы пытались этому противодействовать, Слово, это был, по сути, пикет, то, что мы проводили, перед отелом собралась толпа людей, которая свистела, значит, выражала всячески свою недовольную, Слово, это пикет. Очень честно. А они спокойно все там вы привели, да? Ну, нет, там много-доволь сдержайка, конечно. Не-не, я имею в виду, что само это не вы привели. А, ну, там, ну, как, они не совсем спокойно его привели, там, кто-то, какие-то люди позвонили и сказали, что в здании заложена бомба, кто-то там испортил праздник тоже внутри, там, расклеив в туалетах всякие эти фашистские штуки. Ну, в общем, там вывешивали баннеры на этом здании, в общем, это не весело вообще-то приобрели. Но суть пикета вот в этом, да, он объектно ориентирован. Что-то я хотел сказать. Да, распространенная практика проведения одиночных пикетов, ну, например, на Невском проспекте. Здесь, ну, не знаю, это дискуссионная тема, насколько это целесообразно. Это немножко другой совершенно смысл дает всему происходящему, да. Когда просто в людную, на людную площадь выходит один человек, который, значит, со скорбным лицом стоит с плакатом. В этом есть такой диссидентский, очень ясный такой диссидентский привкус, да. И идеология, которая за этим стоит, она стоит в том, что вот есть героические люди, как бы, да, диссиденты, да, которые противостоят равнодушному большинству, да, хотя мы изолированы, нас мало, как бы, но мы честные, порядочные люди, поэтому мы стоим с плакатом, значит, «Далой режим» на Невском проспекте. Не знаю, насколько это способствует поляризации каких-то протестных идей. Мне кажется, здесь просто такое происходит цитирование вот диссидентов, там, не знаю, 70-х годов, которые выходили на Красную площадь, разворачивали плакат, их, значит, вывозили в чёрном баранке и так далее. Давайте, да, я... Ну, я тебя думаю, что пикет, как бы, для недорогнего времени, единственным актом, который не надо... Да, и сейчас тоже. Нет, а он уже нет. Сейчас уже полиция имеет право задерживать. А, ну, нет, согласовывать всё равно не надо. Да, плюс одиночного пикета, он чисто, как бы, с юридической точки зрения, потому что это единственная акция протеста, которую согласовывать не надо, да, то есть, вот, он популярен в силу того, что другие акции не согласуются, да. Но мы сейчас, вот, юридически... Больше я несколько регенеративно сказал. Нет, 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 я тоже сам в одиночных пикетах часто участвую, да. Плюсы одиночных пикетов, и вообще пикетов и митингов, плюсы-минусы, мы сейчас обсудим. Я предлагаю сейчас, на самом деле, вернуться к митингу и как-то пытаться сформулировать, да, ответы на следующий вопрос. Первое. Какой месседж несёт сама форма эта, да, сама эта митинговая форма? Второе. Что является показателем успеха митинга? Третье. Кто является адресатом митингов? Да, и эффект, да, и функция митинга, да, то есть, вот, говорят митинги, ничего не меняют, да, а какие функции, почему они тогда проводятся, да, так часто? Почему их запрещают? А, да, и почему не запрещают? Вот тоже первый вопрос. Итак, значит, начнём с месседжа, который несёт в себе митинг. На самом деле, суть митинга, она очень простая, да, и она состоит в следующем, да, вот участники митинга, они как бы говорят, да, мы собрались вместе, чтобы поддержать некое высказывание, да, это может быть требование какое-то, это может быть идеология какая-то, там, на русский марш люди собираются, националисты ходят на русский марш, да, это может быть какой-то политический лидер, партия и так далее, да. Но люди, вот, есть некое высказывание, которое заранее известно, да, никто не приходит на митинг дискутировать, да, как в XIX веке. Все заранее знают тему митинга, требования митинга, да, и когда вы... Хотелось обсудить, это не то, что не совсем правда, действительно очень интересно, он просто затронул, ты там остануешься на какой-то момент, или даже там как-то... Ну, да, я пока свою точку зрения рассказываю. То есть, есть заранее известное требование, да, все знают, когда приходят на митинг, да, что митинг направлен против, там, строительства Исаакиевского собора, ой, господи, нет, тогда еще митинг не проводил, против передачи Исаакиевского собора церковь, да, все, кто приходят на митинг, они с этим согласны, да, что передавать не надо. А вот, там не будет происходить, ну, если там приходят какие-то провокаторы из, там, 40-40-ов или там нода, да, они стоят обычно по отдых, да, и, значит, пикетируют, да, это событие, но сам митинг, он не подозревает дискуссии, как бы, да, он подозревает с тем, что все согласны, да, мы пришли сюда своими ногами на эту площадь, в флешмоб, да, чтобы поддержать такое-то требование, да. Или поддержать политическую силу, которая выступает в качестве организатора этого митинга. Дальше. Соответственно, да, отсюда можно, наверное, выделить вот успешный митинг, да, как можно судить о успехе митинга, да, ну, наверное, прежде чем об этом говорить, ну, давайте сначала попробуем определиться с тем, что такое успешный митинг. Митинг, да, митинг, вот я нарисую такой вот класс, да, классный митинг, да, это какой, да, количество людей, численность. На самом деле, много можно сказать, ну, все, что вы там сейчас скажете, и я еще добавлю, да, это правильно, но основной показатель численности митинга – это численность пришедших. Вот, исходя из того, что я сейчас сказал, да, сама суть митинговой формы заключается в том, что, чтобы показать, что такое-то требование поддерживает вот сколько людей, да. Поэтому, когда мы проводим, ну, не знаю, думаем о том, что бы нам такое сделать, да, и мы думаем, привести ли нам митинг или что-то еще сделать, да, мы все должны думать, да, вот этот… Мы сможем много народу собрать, ну, хотя бы несколько сотен человек собрать на этот митинг, да, или не сможем, потому что маленький митинг выглядит всегда смешно, да, то есть люди там, я не знаю, как бы произносят громкие фразы, громкие розунги, да, А их слушают, там, я не знаю, 15-20 человек, да, то есть показатель успешности митинга – это всегда численность, да, ну, можно долго спорить, какая численность там оптимальна, да, там, должно быть, это несколько тысяч человек или там достаточно несколько сот, но для… Да, да, с точки зрения журналиста, да, с точки зрения, там, не знаю, блогера, да, вот по итогам митинга должны быть фотографии, на которых море голов, море голов, море флагов, море плакатов, должна быть толпа, митинг – это толпа. Дальше, да, что еще? Рамон говорил про лайки и… Ну, это тоже численность другая, честно говоря, вообще. Да, совершенно верно, тоже относится к численности. Это резонанс. Резонанс, да. Да, и реакция, да, тут, кстати, важное дополнение, да, потому что, может быть, там, дизлайк, например, мы проведем какой-нибудь митинг, да, там куча дизлайков, но обычно все-таки это лайки, да, и, соответственно, это что, резонанс, да, количество публикаций в средствах массовой информации, да, количество лайков, перепостов и так далее и тому подобное, да, то есть, у митинга, да, вот, вот, часто, когда активисты думают о том, как бы, вот, о привдении митинга, они думают о том, вот, смогут ли нас увидеть, значит, люди на Марсовом поле, да, вот мы, согласимся мы на Марсовом поле, да, или мы не согласимся на Марсовом поле, да, потому что на Марсовом поле так мало народу, да, в это время года, да, и никто нас не увидит там, что мы для самих себя будем проводить, ну, естественно, да, сегодня нет абсолютно, да, ну, нет почти никакой разницы, проводишь ты митинг в, не знаю, там, Удельном парке, да, ну, в Удельном парке ты, как бы, это нехорошо, потому что прогибаешься, как бы, под дурацкие требования Смолина, да, это нехорошо для протестного митинга, да, значит, либо там проводишь его там на Дворцовой площади или в каком-то людном месте, да, потому что рассчитывать на то, что наш митинг увидит там, не знаю, женщину, гуляющую с собакой, как бы, да, она подойдет к нему, прочитает плакаты, там, что написано на плакатах, да, у нее в мозгах произойдет какая-то революция, она заступит в нашу организацию, это не очень убедительный сценарий, да, более убедительный сценарий, мы провели большой, как бы, многочисленный митинг с прекрасными выступлениями, там, не знаю, задержаниями, да, и, там, чем-то еще, с самбо-бендом, да, о нем написало куча разных СМИ, о нем люди прочитали в разных блогах, да, да, они узнали о проблеме, о существовании, там, РСД, например, да, и это принесло в итоге нам профит. То есть аудитория митингов, да, она всегда шире, намного шире, чем количество самих пришедших и тех, кто их увидит на улице. А дальше, что еще, может быть, критериям успеха для митинга? Как это называется, с точки зрения организации, степень, скажем так, вовлеченности пришедших людей в какой-то процесс, потому что можно прийти постоянно до толпы, там, пошляться, да, но есть еще на митингах все-таки, ну, как бы, степень вовлеченности людей, пришедших, собственно, вот в этот вот митинг, то есть там, выкрикивание лозунгов, заинтересованное прослушивание речей и так далее, степень интеграции, как бы, отдельных объектов, вот, в идею. Ну, хэномер, ну, что люди ведь на митинге, они, да, кто-то там активно, ну, конечно, когда активно подхватывают кричалки, да, и там скандируют, да, это всегда приятнее, митинг выглядит лучше, да, но в целом люди на митинге же что-нибудь, они стоят, трепутся друг с другом, да, они даже не слушают ораторов обычно, да, потому что, на самом деле, мы говорили о том, как провести, как понять, удачный митинг прошел, было неудачно, да, ну, на самом деле, ничего я такого не скажу, фантастического, да, количество, вот, с точки зрения организаторов, появились ли новые члены организации, да, кто-то подошел на митинг, решил вступить, новое знакомство, контакты, связи и так далее, да, то есть это, как это сформулировать, да, количество новых членов и сочувствующих. А ты вот попробуй как-то сформулировать то, что я имел в виду, что именно вовлеченность в активности на самом митинге, да, то есть, ну, ну, да, и, значит, активность, причем именно в английском, то есть, активность, активность самих участников митинга, активность аудитории. Моральный дух, да, то есть, митинг может сказать, все пришли, опустили руки, постояли и разошлись, да, а могут люди, скажем, вот, как было 26 марта, мы, активисты профессиональные, приходим, а там куча, как бы, каких-то людей, которых раньше мы никогда не видели, никаких кучнях, которые делают то, что, как мы понимаем, прекрасно делать нельзя, да, по полицейским правилам, да, они забираются на монумент, как бы, да, они, там, что-то, там, не знаю, скандируют, бросают в полицию домовыми шажками и так далее, да, то есть, мы приходим, мы знаем правила, да, поведения на митингах, да, шаг влево, шаг вправо, как бы, задержание, да, а здесь пришли люди, которые не знают, да, или просто не хотят, как бы, следовать этим конвенциям, да, существующим. Также, мне кажется, все равно, что митинг, когда, например, мы пришли, мы в теме, мы знаем, что это будет митинг, мы начинаем, там, лозунги какие-то, там, качают, и прохожие люди, которые мимо шли, там, туда, непонятно, они видят и присоединяются. Мне кажется, это тоже, да, но это, опять же, да, на это рассчитывать обычные истории, да, люди, конечно, митинг выглядит интересно, если там много красивых, там, плакатов, знамен, что он большой, вот, вдохновляющий, да, то люди, конечно, оказавшиеся поблизости, они включаются в процесс, да, это тоже важно, это вот к активности, к привлеченности. Так, теперь давайте поговорим о том же, ну, вот мы провели успешный, значит, многочисленный, прекрасный митинг, да, да, кто его адресат и какой эффект, да, он приносит, зачем проводится митинг, да, то есть, ничего, все, весь этот, весь этот странный танец, да, вот, который периодически совершаем, да, для чего люди собираются, на какую-то площадь, где постоят, когда они покричат, зайдутся, какие функции выполняют. Ну, мы, как бы, люди-то, в принципе, 30-летние, читаем твиттер, но часто забываем, что массовые люди, они проходят тот же самый путь, что когда-то прошли мы, вот, это какой-то изначально посыл, то есть, как бы, да, чтобы, ну, обратить на что-то внимание, то есть, это, ну, да, это вовлечение новых людей, да, то есть. Нет, адресатов несколько, мне кажется, первое, ну, не самое, под... Ага, адресат, да, мы два вопроса. Мне кажется, первое, это правительство. Правительство, адресат. Мы там высказываем себя недовольным по каким-то там действиям, вот, например, что вышло там, это, ну, Навального, это видеоролик, мы там, то есть, всем недовольным мы говорим, вот, правительство, что... Мы, кстати, забыли указать очень важный момент, да, в эффективности, да, в критериях эффективности митинга, это, конечно же, реакция властей, да, то есть, реакция властей, вот, кстати, очень показательно, что мы это забыли, да, вот, но, на самом деле, конечно, да, если по итогам митинга, там, не знаю, президент говорит о том, что, там, бандерлоги, я вас не боюсь, или что он там говорил в 2011 году, да, или вышли там и нацепили на себя белые ленточки, это уже успех, да, потому что он вынужден это говорить, да, он не может игнорировать, там, многотысячную толпу на улице, да, если в результате митинга, да, как-то, не знаю, проблема, да, там, заявили о том, что Исаакиевский собор, церкви не будет, передаваться, да, произошло какое-то, выполненное, частично выполненное требование, это, конечно же, успех. Хорошо, значит, первый адресат, это правительство, да, но не единственное. Второе, то, что мы называем, так называемые, политизированные, политизированные уже людьми, не обязательно наши, скажем так, крыла, да, то есть, мы просто заявляем, что мы не спим, да. Хорошо, политизированное, да, сообщество, да, то есть, сами активисты, сочувствующие, там, и так далее, да, а каким образом митинги воздействуют на политизированное сообщество? Ну, если митинг прошел, как бы, результативно, то все бы одушевились, как бы, мне кажется, наверное, в одушевение, какая-то политизированное, ну, зарождение политизированное. То есть, это, ну, и вот они, собственно, заявили нам о своем существовании, что, ну, сформировалась какая-то новая прослойка, которая вокруг чего-то там... Роман, давай это самое, может быть, кто-то еще хочет сказать, но мы не даем высказаться, да. Каким образом, да, митинги влияют на существование самого, я даже говорю не о левом сообществе, правом сообществе, а о сообществе политизированных людей? Ну, как бы, это очень просто же, на самом деле, да, вот, митинг, митинг не всегда большой, да, большие митинги проходят, там, многотысячные, там, раз в несколько лет, на самом деле. Большинство митингов небольшие, по несколько сот человек, максимум, да, иногда несколько десятков человек. Почему они, тем не менее, проводятся? Да проводятся они просто потому, что этому сообществу нужно чувствовать, как бы, свое единство, да. То есть митинг – это место, куда приходит впервые политизирующийся человек, да, вот первое обычно, как бы, что он делает, да, это приходит на митинг, да, что-то человека не устраивает в окружающей действительности, он идет на митинг, знакомится с существующими, там, политическими организациями, партиями и так далее, и вливается в это сообщество политизированных, сознательных граждан, да. Для самих людей, не обязательно активистов, да, политизированных людей. Митинг – это тоже место встречи, общения. После митингов они обычно идут, там, в какой-нибудь бар, там, выпивают, спорят о чем-то, да, общаются. Место общения – это способ, на самом деле, как бы, напомнить вообще для организаторов, да, для какой-нибудь политической организации, да, это способ напомнить аудитории о том, что она существует, призывает их к чему-то там и так далее, да. То есть митинги – это, вот, как, не знаю, религиозное сравнение, да, церковная служба, да, чтобы верующая, община верующих, конечно, должна где-то собираться. Да, да, Иван, на митингах люди, как ты прямо сказал, ищут единомышленников, да, то есть, грубо говоря, когда мы говорим о церковном, то есть там есть человек и Бог, и там идет, как бы, сто персональных диалогов человека, допустим, для этого высшенного, да, а митинг – это, когда участники этого митинга между собой взаимодействуют. Ну хорошо, совершенно некорректно, например, там солидарность-то не демонстрируют некуда. Ну хорошо, какой солидарности верующие не демонстрируют между друг другом. Это тоже другая тема дискуссия, наверное, они тоже между собой взаимодействуют, есть же приход, и внутри этого прихода они все, как бы… Ну ладно, давайте не будем в полной сравнении использовать, давайте, там, я не знаю, встреча класса, например, да, вот есть такие, значит, дружные классы, да, которые, там уже закончат школу, там, периодически встречаются, там, вот раз в год они все вместе собираются, да, и, значит, вместе проводят время, да, то же самое, в общем, и с митингом. Это, конечно, не основная его цель, да, но это функция, которую митинги очень важно выполняют. Дальше, что еще, как бы, да, какая еще функция? На самом деле, функция митинга, она очень важна, да. Почему, кстати, митинги могут оказать какое-то влияние на правительство или на решение какой-то проблемы? Ну, да, чему, в чем их эффект, почему власти иногда вынуждены реагировать, да, на… Честное возмущение. Просто эти митинги могут перераскивать в беспорядке. Да. Ну, никогда же не перераскивать политически. Ну, как? Вот в 12-м году, чтобы не перераскивать. Чтобы не перераскивать прошло? Потому что это электорат, который, в том числе, будет голосовать. Задача продемонстрировать, что… Для них это показательно. Если мы вот чем-то недовольны, мы вышли на этот митинг, да, тем более, если он какой-то… Более-менее спонтанно, да, например. На них это показательно, что этот уровень недовольства, он, если не среагировать определенным образом, он будет расти. То есть… Нет, ну, понимаете, тут, как бы, опять же, нужно разделять, что вот это… Вы сейчас правильно говорите, но вы сейчас говорите про… Когда существуют какие-то выборные, как бы, механизмы. А мы же, как бы, в вакууме сейчас, как бы, немножко это все обсуждаем. То есть при авторитарной власти, как у нас сейчас… Мир у этого фактора, то есть… Во власти люди все равно между собой конкурируют и принятие каких-то решений… То есть… Хорошо, давайте вот… Я вот тут сделаю пример. На вот недавнем месяце 26 марта, когда вышли там… Они увидели, что вышли школьники, ну, грубо говоря, хотя я не совсем согласна с этим, я думаю, что было больше процентов других людей. Вот, но сейчас они начали принимать меры по… Вот это аудитория по, как сказать… Внедрению в эту аудиторию школьников про правительственных мыслей. Они начали приглашать известных блогеров, чтобы они выступали и говорили школьникам, что митинги – это плохо и так далее и тому подобное. То есть они все равно… Они все равно на это обратили внимание и начали что-то делать. Пусть это там, по-моему, мне немножко топорно там и не совсем грамотно, но они среагировали на эти митинги и начали делать какие-то действия. Нет, я не совсем это имел в виду. Давайте просто вообще максимально утрированно возьмем, допустим, у нас как бы наследственная монархия. Ну и о каком электорате… То есть, а что, при наследственной монархии не может существовать митинга против чего-то или за чего-то? Да, он существует, но там просто нет как бы выборных механизмов. Поэтому я тут вот это вот… Да, знаете, давайте тогда я, значит, продолжу. Совершенно верно, на самом деле, было отмечено. Митинг – это смотр сил. То есть это не просто люди приходят, как бы, да, это эти люди показывают, да, что они готовы по призыву, да, или там вот под какую-то проблему, да, выйти на площадь. Что этот выход на площадь символизирует, да? Ну, можно подумать об этом, да, но, конечно, он где-то там очень… На очень символическом уровне, да, он означает, что, ну, мы готовы на что-то большее, да. То есть мы не просто так вышли на улицу. Почему бы нам тот же митинг не привезти в помещение, например? А мы выходим на улицу, вот, намекая, как бы, да, очень тонко, что, да, что завтра мы не разойдемся, да, завтра мы там, не знаю, поставим здесь палатки или баррикады или что-то еще, да. Ну, мы к этому можем вернуться к слову «демонстрация», да, что значит «демонстрация»? Почему шествие людей по, там, Невскому проспекту, да, называется «демонстрацией»? Да, потому что они демонстрируют. Вот, в июле, в июле 1917 года была, так называемая, вооруженная демонстрация, да, то есть это, как бы, такой последний, последний намек временному правительству на то, что мы уже не просто демонстрацию проводим, да, а мы уже с оружием уйдем, как бы, да. Вот, если вы, там, не прекратите, там, я не знаю, войну, да, то мы это оружие прямо сейчас пустим в ход, да. Но мы все еще, как бы, не восстание устраиваем, да, это просто вооруженная демонстрация у нас такая. Ну, ладно, это мы углубились в историях, да. Второе, конечно, это то, что митинг позволяет власти, да, этому правительству по численности, да, судить, насколько актуальна та или иная проблема, да, по численности, по поведению участников, по тому, на какой риск люди готовы идти, скажем, если акция не санкционированная, да, и на нее, тем не менее, несмотря на то, что она не санкционирована, да, пришло несколько тысяч человек, это показывает, что есть общественные слои, которые очень сильно допекло, да, и что их, в общем, нельзя игнорировать, если их много, да, это также смотр сил, как бы, на, так сказать, политической сцене, да. Если либералы, да, допустим, способны вывести, там, на улице, там, несколько десятков тысяч человек, это показывает о том, что, там, либеральный лагерь, там, оппозиционный переживает какой-то подъем, да, что с ними нужно считаться, да, что они представляют какие-то массы, возвращаемся к теме представительства, да. Если левое выводит, как бы, большое количество людей, это показывает, да, что левое движение, да, претендует на какую-то власть, да, и представительство общества. Вот, то есть, смотр сил. Так, что еще, да, ну, третье добавлено, да, это, конечно, инструмент рекрутинга, да, да, то есть, партизирующий человек приходит на митинг, да, это, в общем, довольно понятно. И что еще я указал, да? Последний важный момент, конечно, да, митинг, его значение, да, конечно, агитационное значение, вот, то есть, это вот воздействие на ту самую интернет-аудиторию, аудиторию, средств массовой информации и так далее, да, то есть, это тот самый информационный повод, да, который, это та самая форма высказывания, да, которая позволяет его донести до широких масс населения, да, если мы произнесем пламенную речь в этой аудитории, да, и даже заснимем ее на видео, да, и даже вывесим ее в YouTube, как бы, да, мы не добьемся того, что люди будут, как бы, ее смотреть, там, не знаю, и слушать, и, там, не знаю, проникаться, да, если мы проведем большой митинг, да, то есть, это нашему высказыванию придает автоматически такой, как бы, вес, да, потому что мы показываем нас, пришли, послушать, да, вот, с нашими идеями согласны, вот, как бы, такое вот количество людей, да, то есть, это всегда какая-то информационная акция, это всегда событие, да, вот, значит, информационный повод, вот такой. Ладно, митинг, с митингом, наверное, мы, по большей части, закончили, да, ну, с адресаторами, адресаторов, на самом деле, еще многое можно назвать, да, это массы, это власть, это средства массовой информации, да, это другие политические силы и так далее, да, последнее, наверное, уже пора, наверное, заканчивать, да, скажу несколько слов про пикет, да, вот, назначение пикета, каково, в отличие от митинга. Вы очень хорошо все уже назвали, когда снарвался, то есть, это, ну, непосредственно перекрытие доступа к чему-то, или, там, публичное осуждение, ну, это какие-то вот такие... Перекрытие доступа, это редко, то есть, перекрытие доступа к чему-то, я вот, честно говоря, ни разу не был свидетелем пикета, который реально перекрывал бы доступ к чему-то. Скорее, функция пикета состоит в следующем, да, месседж пикета, да, это дать непосредственный комментарий к какому-то событию, да, вот, там, не знаю, посадили, там, не знаю, Дара Дадина, да, или кого-то еще. На следующий день, на Невский проспект, вышли люди с плакатами «Свободу Ильдару Дадину», да, то есть, для пикета, вот, если говорить о эффективности пикета, о том, о критериях успешности пикета, для него, самое главное, своевременность. Да, через неделю после события пикет, там, «Свободу Ильдару Дадину», как бы, будет, ну, не знаю, если там будет продолжаться какая-то дискуссия по этому поводу, и скандал, ну, может быть, еще будет своевременно, да, ну, вообще, говорят, «Дом Грищиков и 100 в день». Да, пикет хорош тем, особенно одиночный пикет, хорош тем, что не нужно подавать заявку, не нужно долго его готовить, сами активисты приходят и дают такой вот комментарий к тому, что происходит. Во-вторых, пикет – это, я уже говорю, что он всегда ориентирован на какой-то объект, да, этот объект должен быть конкретным, да, это не может быть, там, Путин, Крем, это должен быть, не знаю, офис компании, посольство государства, государственное учреждение, да, то есть, здесь, это тоже ритуал, да, то есть, то, что мы стоим перед, там, не знаю, здравием средства, следственного комитета с плакатом, да, ну, как бы, что тут такого происходит, то есть, мы фоткаемся с плакатом на фоне следственного комитета, но есть, есть картинка, да, человек с плакатом, на котором написано «Свободу», и на его фоне, там, не знаю, табличка, там, следственного комитета, да, то есть, это такое вот символическое действие, вот, но оно привязано к какому-то объекту. Конечно, очень важно, чтобы адресат этого действия, да, почувствовал какой-то дискомфорт, да, то есть, обычно пикеты часто применяются в компаниях, в союзных, например, да, ну, можно привести пример, например, начинается забастовка на, не знаю, теперь на заводе «Фольксваген», да, значит, и администрация завода «Фольксваген» не идет, допустим, на уступки рабочим, а, ну, был реально такой эпизод, когда там была забастовочная, предзабастовочная ситуация, а наоборот, там, не знаю, репрессируют профсоюзных активистов. А товарищи, да, там, солидарные люди, там, профсоюзы по всей стране проводят пикеты у дилерских центров «Фольксвагена», да, чтобы ударить по имиджу компании, чтобы, как бы, оказать на нее давление, чтобы она прекратила давить, в свою очередь, профсоюз. Да, это, ну, раздаются листовки покупателям, да, да, покупатели, на самом деле, они их выкинут, скорее всего, эти листовки, да, но все равно, любое негативное, что ассоциируется с брендом, какие-то публикации в СМИ, что «Фольксваген» и какие-то протесты, какие-то люди с плакатами, какой-то скандал, это не нужно ни одной компании, да, «Фольксваген» я назвал просто для примера, ничего плохого по фольксвагену не хочу сказать, вот, ну, про панику компании, да, то есть удар по имиджу, да, если проходит какое-то мероприятие, да, тоже, значит, мероприятие, там, съезд фашистов, тоже обсуждается СМИ, да, если там, как бы, есть какая-то контр-демонстрация, какой-то пикет стоит, там, или еще что-то, да, это тоже, как бы, будет влиять на то, как СМИ будут освещать это событие, да, как, там, съезд европейских, как бы, правых консерваторов, вот, как хотелось бы, там, самим организаторам такого форума, чтобы это подавалось, или как скандальный съезд, который, там, одни называют съездом нацистов, а другие, как бы, съездом патриотов, да, вот, 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 это то, что касается пикета, значит, для успеха пикета важен, конечно, тоже резонанс, да, если компания, там, не знаю, «Фольксваген» или какая-то другая, да, выпускает пресс-ремиссы и, как бы, там, выполняет требования бастующих после начала этих пикетов, это хорошо, да, если выходят из посольства какие-то люди и, значит, принимают нашу петицию, это тоже хорошо. Дальше, ну, понятный резонанс в интернете и СМИ. Все, наверное, я сказал по поводу пикета, по поводу митинга тоже. Я надеюсь, что, как бы, первое занятие не оказалось слишком сумбурным. Я попытаюсь повторить сейчас просто напоследок основные тезисы, да, которые сегодня прозвучают, да, во-первых, активист, любой активист, да, это участник, да, какого-то коллектива, его инициативного ядра, то есть не бывает активистов одиночек, да, это всегда часть какого-то сообщества. Во-вторых, активистский тип политики, да, и общественных деятельностей, да, он связан, он такой демократический и незаводимый, да, то есть политикам и общественным деятелям может быть каждый, да, активист не обязательно лидер, но это активный член какого-то сообщества, да, и инициативный член, участвующий в принятии решений. Дальше мы с вами поговорили о политическом и социальном активизме, да, и сказали о том, что политический активизм, по сути представляет собой такую публичную политическую речь, которая направлена на расширение влияния вот этого политического и идеологического сообщества, да, именно которого она ведется, да, то есть политактивист убеждает масса поддержать ту или иную программу, идеологию, кандидата и так далее, в отличие от социального активиста, который пытается оказать давление на власть, чтобы решить конкретную локальную проблему. Ну и, наконец, мы с вами рассмотрели два самых ходовых типа высказываний активистских, да, это митинг и пикет, да, и показали, что, в общем, разговор о том, что митинги и пикеты бессмыслные ритуалы не совсем верны, да, безусловно, это действие, которое подчиняется каким-то довольно условным правилам, да, но это формат, да, такой формат, который позволяет нам выполнять какие-то вполне конкретные задачи. Оказывать давление на власть поддержащих, показывать собственную, ну, если мы называем политическую организацию, да, собственную силу, да, вот, и видеть силу других политических движений, поддерживать существование своего сообщества, вот, и так далее, буду повторяться, да, ну, и, вот, как бы, наверное, из того, что мы сказали о пикете, нужно сделать вывод о том, что практика бездумного проведения пикетов, потому что это легко, да, она не совсем верна, нужно всегда, готовясь к каким-то активистским действиям, будь то митингом, пикетом или что-то другое, думать о том, какой тип высказывания, какой тип акций в данной ситуации будет более уместным, потому что у каждого из этих жанров, о многих из них мы еще поговорим, есть свое назначение, есть свой, не знаю, месседж, свой подтекст, вот, и я надеюсь, если мы будем применять эти методы осмысленно, да, то, как бы, добьемся гораздо больше успехов. Спасибо. Какие у нас пункты для дискуссии? Для дискуссии я предлагаю сейчас сделать так, устроить небольшой перекухон, да, вот. Казать噠чик, да. Казать噠чик нуство. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА